Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогой наш телезритель, мы вместе с вами в прямом эфире программы Мангас де Маселе. Часто в повседневности мы становимся узниками всякого рода заболеваний, которые естественно связаны с нашим здоровьем, с нашей иммунной системой. Сегодня в программе мы поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые часто встречаются. Это артериальная гипертония и мерцательная аритмия. А что сделать, чтобы не довести эту ситуацию до трагизма, расскажут гости нашей сегодняшней студии. У нас сегодня в гостях Курмангазым Адалиев, руководитель кардиотерапевтической службы НИИ кардиологии внутренних болезней города Алматы. И руководитель аритмологической службы научно-исследовательского института кардиологии внутренних болезней города Алматы Риквава Ройн Ройнович. Ассаламу алейкум, еще раз добрый вечер. Мы рады приветствовать вас у нас в студии. Ну, действительно, мы знаем, что многие люди, современные люди, люди нашего времени, страдают именно от артериальной гипертонией. То есть, это повышением давления, понижением давления. Важно нам знать, из чего состоит наша сердечная сосудистая система. Давайте мы начнем с нее. Кто первый может именно ответить на этот вопрос? Ройн Ройнович, да? С удовольствием. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, вопрос, на самом деле, очень актуальный и анатомический. Из чего состоит наша сердечно-сосудистая система. Если коротко, это сердце главный, главный двигатель нашего организма. Это сосуды, это артерии, вены. Артерии исходят из сердца и отдают, так скажем, кровь и все нужные элементы в крови организму. И вены впадают в сердце. То есть, возвращают уже элементы обмена, которые разные органы уже как-то... Переработанные, да? Можно так сказать, да. Сердце интересный орган тем, что у него есть своя сократительная такая мышца, мышечный каркас, который как насос работает. Да. И это очень важно, потому что организм, организм зависит, здоровый организм очень зависит от этой насосной функции сердца. У сердца есть своя электрическая система, которая запускает каждое сокращение, каждое сокращение человека. И если так приблизительно взрослый человек, у взрослого человека 100 тысяч раз сокращается сердце за сутки. 100 тысяч раз? Плюс-минус 10 тысяч, да, 100 тысяч раз. То есть, оно постоянно в движении не останавливается. В постоянной работе. Вот это мы можем действительно называть 24 часа дробь 7 суббота, воскресенье включительно. Ну, давайте перейдем ко второму вопросу. Каким сбоям и заболеваниям сердечно-сосудистой системы может привести ее, скажем, вот какая-то нерациональная работа? Ну, если вы имеете в виду сердце, если неправильно работает или неадекватно работает, так скажем, он может привести к проблемам всех органов. Всех органов, даже выделяют органы мещения, когда, если повреждается сердце, повреждаются и эти органы по прошествию времени. От одного дня до десяти лет, например, то есть, может повреждаться разные органы. Это почки, печень, наши легкие мышцы и головной мозг, как главенствующий такой орган нашего организма. То есть, повреждения сердечно-сосудистой системы могут отразиться на все органы системы. Ну, вот сейчас, если мы берем, скажем, из всей группы, из всего сословия сердечно-сосудистых заболеваний, мы как бы подчеркиваем актуальность проблемы следующих заболеваний. Это вот артериальная гипертония и, скажем, мерцательная аритмия сердца. Расскажите, Хурман Газага, поподробнее именно об артериальной гипертонии, которую мы все в народе знаем как давление. Да. Раз это передача для всех людей, как говорится, простых, мы должны знать, что такое артериальное давление. Знать норму и знать патологии, когда не нужно лечить, а когда нужно уже взяться за лечение. Существует нормальное артериальное давление, это 120 на 80. Существует повышенное нормальное артериальное давление, это 130 на 80, на 90 нижний. Если артериальное давление 140 на 90 и выше, это уже первая стадия заболеваний. Люди должны об этом знать. До 140 на 90 можно не беспокоиться. Ну, где-то, когда человек работает, может, у него будет 140 на 90. Если он сядет, отдохнет, у него будет 120 на 80, 130 на 80, это все норма. Поэтому люди должны знать, когда лечиться, когда не нужно беспокоиться. Иногда бывает, некоторые люди 135 на 90 прибегают и начинают жаловать. У меня всегда было 120 на 80, а 135 встал. Это не должно вызывать у людей страх. Это еще норма. 140 на 90, это во всем мире принято, можно даже не лечить. Покой, отдых, и оно само собой регулируется. Восстанавливается. Да, если 140, это 90, это уже начало. 160 на 100, это первая стадия. Выше 160 на 100, это вторая стадия. Выше 160, 105-110, это уже третья стадия. Это уже надо серьезно приниматься за лечение. Обязательно надо сходить к своему доктору, к кардиологу и начать лечение. Хотя пройти в консультацию, скажем, банальную, прийти, узнать уже все подробности. Сейчас у нас, как говорится, все есть. Даже в аптеках каждый человек может купить себе тонометр и дома может мерить. Не обязательно надо даже постоянно ходить к врачу, сидеть на очереди. И так нагружка большая на врачей. Поэтому дома можно самому научиться, померить. Это недорого стоит, аппарат простой. И быстро можно научиться. Ну, Ройн Ройнович, давайте теперь перейдем на мерцательную аритмию. Да, вообще, что такое мерцательная аритмия? Мерцательная аритмия, если на популярном языке объяснить нашим телезрителям, это неравномерное, неровное сокращение сердца. Мерцательная аритмия – это предсердная аритмия, относится к видам предсердной аритмии. Если пациент ощущает неравномерное, неровное сердцебиение, если слабость, то есть пациент может не ощутить его, но он может быть как первая находка на кардиограмме. Поэтому мы призываем наше население за 40 лет хотя бы один раз в год сделать кардиограмму, чтобы в так называемом скрининговом, в рамках скрининга, когда мы выявляем, видим как первую находку мерцательную аритмию. Потом еще что в ней такого прям можно подчеркнуть? Подчеркнуть можно мерцательная аритмия сама может привести к разным осложнениям. Самое грозное осложнение, конечно, это инсульт, то есть накапливание тромбов в сердце, потому что неправильно работает сердечно-сосудистая система, неправильно выхлевается кровь, так скажем, в сердце, и образовываются тромбы, и тромб может вылететь в головном мозге и вызвать ишемический инсульт. Роман Дронинович, мы вернемся к этому вопросу, он у нас будет, у нас на линии телефонный звонок, давайте ответим на него. Ассалам алейкум, добрый вечер. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Есть ли упражнение для снижения артериального давления? Упражнение, да? Спасибо большое. Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. Есть ли упражнения какие-то? Очень хороший вопрос. Мы уже начнем с того, что в принципе наш телевидитель интересно заметил, что артериальное давление в его начальных стадиях можно предупредить. Курмагазин Убагабетович отметил это частично. Давайте начнем с первого упражнения, так в кавычках. Дробное питание и сбалансированное питание. Это, конечно, такое лирическое оступление, но в рационе, в нашем рационе, чтобы было меньше соли. Уменьшить в рационе соли. То есть, что задерживает лишнюю жидкость в организме. И тем самым, поднимая объем циркулирующей крови и поднимая артериальное давление. Все это надо качать сердцу. Соответственно, сердце должен поднять давление, чтобы всю эту жидкость перекачать. Это первое. Второе. Это очень важно. Это очень важно. Неполнеть, так скажем. Избыточная масса тела. Это очень важно во время. То есть, когда мы говорим о структуре артериальной гипертензии, повышенного давления. Это очень важно. Один из факторов, как наш зритель правильно заметил, это гипердинамия. То есть, при этом человек не должен сидеть целый день на одном месте и прикрывая то, что у него сидячая работа. Это обязательная ходьба. Несколько километров в день желательно. Это 2-3 километра в день и так далее. Вот те упражнения, которые вы можете сделать или те меры, которые вы каждодневно можете воспользоваться этим и тем самым профилактировать артериальное давление. Давление, да. Врачи снижают надавливанием на какие-то точки в организме, но, наверное, это больше на стационарном уровне. Потому что они сбивают не только давление, они могут снизить пульс, эти маневры. И не совсем может быть рекомендовано в домашних условиях. Вообще, воспользоваться моментом я хотел бы похвалить даже ведущего нашего Секенга. Потому что он выбрал такую тему сегодня. Артериальная гипертония – это самый распространенный номер один заболеваний среди сердечно-сосудистых заболеваний. И мерцательный на ритме – это самое распространенное нарушение среди нарушений ритма. Поэтому этого вопроса очень серьезный. Потому что столько миллионов людей страдает и артериальной гипертонией, и нарушением ритма мерцательной ритмии. Вот сейчас про мерцательную ритму Ройен Ройнч рассказал. Там еще есть вид криптогенной мерцательной ритмии. Неизвестна причина. Человек вроде здоровый, молодой, ему 30-40 лет, у него мерцательная ритмия – неизвестны причины. У него ни давления нет, он даже не чувствует. Мы просто сняли кардиограмму, обнаружили… Никакой симптоматики. Да, никакой симптоматики. На кардиограмме обнаружили, что у него мерцательная ритмия. Есть и такой вид, да. Есть и другие виды, попозже, наверное, еще раньше рассказал. Кто чаще страдает мерцательной ритмией? У кого высокое давление. То есть эти заболевания очень связаны с друг другом. То есть как ни птицеголка, да? Да, конечно же есть другие причины мерцательной ритмии, но самая распространенная причина мерцательной ритмии – это артериальная гипертензия, это повышение давлений. Они очень связаны с заболеванием. Вот как раз-таки мой следующий вопрос заключался в чем вообще вот заключается распространенность, скажем так, этих вот заболеваний у вас, на какие причины? Да, причины, причины… Это ряд, наверное, да, причин. Да, ряд причин. Ряд причин. Генетическая предрасположенность, избыточная масса тела. Ну, иногда у артериальной гипертензии сложно найти причину, потому что, ну, то есть не все бывают обследованными. Очень важно питание при артериальной гипертензии. Что касается мерцательной ритмии, это давление, прежде всего, как я вам сказал, перенесенный инфаркт миокарда, который растяжается сердце, перерастяжается сердце, увеличивается, и, соответственно, создаются моменты не только поэтому, но создаются моменты для, как рис-фактор, так скажем, мерцательной аритмии. У нас на линии телефонный звонок. Давайте выслушаем наших телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире задавайте свой вопрос. Моя мама болеет. У нее диабет и еще плюс давление. И у нее часто болит вот затылок головы. И она жалуется, что у нее, как сказать, всегда голова в окружении. И не можем какое лечение принимать. И с чего начать? Без конца врачи говорят, это... Так, у нас на линии есть еще один телефонный звонок. Давайте ответим на него. А слава алейкум, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Я хотел спросить, вот когда измеряем давление, есть два уровня, да, верхний и нижний уровень. А вот когда нижний уровень высокий, говорят, это почечное давление. Правда это такое? Ну, и причина вот высокого нижнего уровня давления. А высокий сколько, пожалуйста? Назовите цифру. 110-120 примерно вот так, нижний. Нижний, а высокий? Нужен высокий. А высокий бывает на 140-150, ну... Ну все, спасибо вам за ваши вопросы. Мы постараемся сейчас, наши гости ответят, постараемся ответить на эти вопросы. Ну, здесь прозвучало в студии два вопроса. Давайте разделим. Кто начнет с какого вопроса? С первого начать, можно? Пожалуйста. Сахарный диабет. Сахарный диабет. Очень важно знать, что сахарный диабет и артериальная гипертензия оба, к сожалению, повреждают сосуды организма. Соответственно, проблему, если это связано, конечно, с сахарным диабетом, проблема головокружения, головная боль и так далее, в первую очередь надо начинать все-таки обследовать сосуды шеи и головного мозга. Так и называется обследование УЗДГ сосудов шеи и головного мозга. Желательно, конечно, знать уровень сахара в этой ситуации. То есть, насколько пациентке удается держать в норме. Лекарственно, конечно, я не знаю, что наша пациентка принимает. К сожалению, мы это не услышали, но уровень сахара насколько поддерживается. Потому что его колебания, его повышение тоже может отразиться на головной мозг отрицательно. Соответственно, это, если не продолжить долго ответ, это замер несколько кратно давления в один. То есть, за сутки это 3-4 раза. И записывать эти данные. УЗДГ сосудов шеи и головного мозга. Это эхокардиография и суточная ЭКГ по холтеру. Это те, например, обследования первого уровня, которые данная пациентка должна пройти. И какие-то отклонения, если появятся в каком-то обследовании, тогда надо в этом направлении более глубоко обследовать. Вплоть до ангиографии сосудов. Но это ставит этот диагноз или направляет на эти более тонкие, так скажем, обследования врач. И сразу идти на эти обследования не надо. Наверное, надо из классических обследований 4 выбрать, то, что я перечислил. И потом дальше искать, может быть, продолжить диагностический поиск. То есть, вы, дорогой наш телезритель, можете, если хотите пройти обследование, сделать это как раз-таки вне кардиологии и внутренних болезней города Алматы. Если вы проживаете здесь, в Алмате. Хурман Ардадат, теперь вот второй вопрос. Давайте ответим. Вообще, еще продолжение первого вопроса. Мы же начали говорить как раз про причину давления. Самое главное, не забыть второго вопроса. Да, второй не забудем. Причин много. Мы обычно говорим о артериальной гипертонии, эссенциальной. Это типичный, который у всех встречается. Но наш второй вопрос к этому тоже сейчас относится, подойду. Но доктора придумали, как говорится, фактор риска. Мы уже начали говорить о избыточный вес. Сейчас телезритель хорошо задавал. Это сахарный диабет. Это тот же самый фактор риска. Просто если человек родился мужчиной, у него это фактор риска. У мужчин больше давления с возрастом, чем у женщин. Это уже тоже фактор риска. Гиперлепидемия. Если плохо питается человек, как говорится, много жира, холестерин растет, фактор риска. Это тоже приводит к гиподинамии. Как уже Райна сказал, человек, если сидит целыми днями, у него больше вероятность заболеть гипертонией, чем у человека, который постоянно активно двигается. Вот так перечислять много факторов риска. Один из них, сейчас мы остановили, сахарный диабет. У людей с сахарным диабетом часто бывают и артериальные гипертониты взаимосвязаны. И вот второй вопрос, который нам слушатель задал телезритель. Когда низкое давление высокое, у него есть доля правды. Действительно, это говорит о нефрогенной или реноваскулярной, или почечной давлении. У них обычно нижнее действительно диастолическое давление бывает больше, чем у обычных. Если у человека гипертонии 180 на 90-95, а вот, как он говорит, 150, нижний 110-120. Это часто говорит, хотя это не 100%, но больше ориентир должно быть. У него, скорее всего, есть повреждения сосудов почек, или сама почка повреждена, какой-то воспалительный мозг процесс есть. То есть это связано с почкой? Связано, да. Вазориальная гипертония, там есть свои методы лечения, расширяет почечные сосуды. Это все в венчатой кардиологии тоже делается. Стентированно почечных сосудов в последнее время стали использовать. Поэтому зритель прав, у него, возможно, есть почечное давление. Цифры, которые он назвал, это где-то вторая-третья степень артериальной гипертензии. То есть мы же вторую цифру, так называемую, что диастолическое давление тоже же сказали, что выше 90, это просто такая-то степень, выше 100, такая-то степень. Это вторая-третья степень артериальной гипертензии. Соответственно, его надо лечить. Да, исключить надо. Это не почечное давление, действительно. Ну, опять, наверное, скорее, встречаешь сейчас, среди даже молодежи встречаешь, опять же, артериальную гипертензию, гипертонию, повышение давления. Это, получается, у нас связано как раз таки с теми вышеперечисленными причинами, которые вы назвали, да, у молодежи. То есть, есть ли прирост этих заболеваний среди молодежи? Ну, вы знаете, риск-факторы мы практически все перечислили. И в том числе эти риск-факторы работают и в молодом возрасте. Наверное, есть какие-то факторы, которые еще не выявлены, и мы в ближайшие 10 лет добавят нашей коллеге, пусть совместно с разработчиками рекомендации и гайдлайнов этих риск-факторов. Наверное, можно к этому, я не знаю, вы ведете или нет к стрессу, или вот в городской суете, то, что мы все сейчас живем в городе, наверное, это да, но это более косвенные причины. А главный риск-фактор, конечно, это да. А то, что оно омолодело все заболевания, причем не только артериальная гипертензия и мерцательная аритмия в том числе, мы, наверное, вам подтвердим эти слова, да, это так. У нас на линии еще телефонный звонок, давайте ответим на него. Добрый вечер, добрый вечер. Ассаламу алейкум, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Я хотела узнать, это мое давление и сердце. Давление 170 больше, иногда вообще падает, и сердце валит меня. Вы что, это мне, объясните, пожалуйста, это. Что делать, да, вам? Все хорошо, спасибо за ваш вопрос. Вопрос хороший. Иногда бывает высокое давление, и потом человек начинает что-то принимать, у него снижается давление, человек не знает. В таких случаях, в любом случае, надо обратиться к своему кардиологу. Есть разные препараты, которые подбираются человеку. Есть препараты, которые медленно снижают давление. Есть препараты, которые резко снижают давление. Поэтому этому нашему зрителю, скорее всего, надо подобрать препарат, который постепенно снижает, не резко. Ну, это, конечно, искусство врача подбор делает, это по телефону, по звонку трудно. Поэтому надо за этим человеком наблюдать, вести мониторинг. У нас сейчас есть аппарат, который на сутки надевается, и кардиограмму можно снять, и давление. Каждые 15 минут мерить, днем, ночью, когда спит человек, когда ходит человек, когда кушает человек, и определяет, какое время, когда повышается. Зависимость от этого подбора препарата идет, некоторым надо пить утром, некоторым пить, наоборот, на ночь. Это уже искусство кардиолога, который будет лечить. Ну вот, то, что вы вешаете эти аппараты вне кардиолога? Сейчас они, ну, где меньше, может, у нас хватает, могут к нам прийти, на сутки вешать, ложиться даже в больницу не нужно. Человек пришел, ему поставили аппарат, и человек ушел домой. И обычный образ жизни он ведет. Не нужно, а некоторые, как поставили, дома сидят, сутки и приходят. Так нельзя. Наоборот, надо работать, ходить, двигаться, да, обычный образ жизни. По лестнице можно подниматься, когда надо, и все это аппарат будет фиксировать. И потом уже будет делаться анализ, и что подбирать, как подбирать. У нас на линии еще один телефонный звонок, давайте ответим на него. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я звоню из Западного Казахстанской области, в Натуральск. Хотела бы задать вопрос. У меня диагноз порог нейтрального клапана. Я в январе буду оперироваться. Приобретенную, извините, я уточняю. Ну, пока... Алло? Не-не, говорите, говорите. Приобретенный или врожденный? Я даже не знаю. У меня как месяца два назад стало плохо. Я заболела, вот так приболела, и не поставил такой диагноз. Сколько вам лет? Мне 36 лет. И мне аритмолог прописал лекарство, пронаром, 150 миллиграмм. Я вот пью уже второй день, и мне от них плохо. Может ли быть побочные эффекты? Вот я сейчас скорую вызывала, у меня одышка сильная. И одышка. С чем связана одышка? Сильная одышка у меня. Все хорошо, мы поняли ваш... Спасибо большое, до свидания. Вопрос, до свидания. До свидания. Порог нейтрального клапана, это, скорее всего, приобретенный порог. Оно бывает и в 36 лет. Конечно, интересно. То есть, пациент должен обследовать, и, надеюсь, обследовался по поводу ревматических болезней. То есть, не было у нее в детстве ревматическая болезнь, которая потом отражается на клапан сердца, и получаем проблемы клапанов. Недостаточность, прежде всего, метрального клапана, как сказала. Наш респондент. Это первый вопрос. Второй вопрос. Раз аритмолог назначил пропонорм, значит, у девушки есть еще и аритмия. Скорее всего, чаще всего, я не могу сейчас, конечно, сказать 100%, но чаще всего, это мерцательная аритмия, как непарадоксально звучит. И, скорее всего, чтобы заглушить эту мерцательную аритмию. Если пациентка связывает один из первых ряда лекарств, это, конечно же, пропонорм, то, что вам назначили, уважаемый телезритель. Но, если вы считаете, что от этого препарата вам стало хуже, тогда вы имеете право на этом этапе его отменить, и еще раз пройти электрокардиограмму, сделать суточный холтер, и посмотреть, насколько меняется ваш ритм за сутки. То, что вы отметили, Курмагазин Магомедович, очень важно, как меняется ритм за сутки, мерцательная аритмия, нормальный ритм, или полностью мерцательная аритмия за сутки, низкий пульс или высокий пульс, и так далее. Это очень важно для назначения такого лекарства. Хотя, еще раз должен подтвердить, что пропонорм является одним из распространенных лекарств при лечении данного заболевания. Просто сегодня его отмените, дождитесь скорой помощи, они снимут вам кардиограмму, и, надеюсь, дадут ценную какую-то информацию. Ну, то есть, здесь как-то надо следить, да? Да, обследовать, так скажем. Девушке нужно как-то следить и обследоваться еще раз. Поэтому, ну, в принципе, если у нас, у НИИ кардиологии внутренней болезни, нет там филиала уральский, может быть? У нас филиала у НИИ кардиологии внутренней болезни точно нет, но мы суммарско лечим пациентов, это могу точно сказать. И в том числе и с клапанной патологией мы несколько пациентов в этом году оперировали. И, конечно же, мерцательную аритмию, и любую аритмию мы лечим в НИИ кардиологии. Поэтому, если у вас есть большое желание, наш дорогой телезритель, непосредственно девушка, которая сейчас звонила, без проблем, вы можете встать на портал, приехать к нам сюда, в Алмату, в Научно-исследовательский институт кардиологии внутренней болезни, и пройти консультацию вот у таких замечательных, высококвалифицированных специалистов. У нас на линии еще один телефонный звонок, давайте ответим на него. Добрый вечер, вы в прямом эфире. С нами вместе задавайте свой вопрос. Звоню из Караганды. У меня был в июле месяце инсульт. Я прокапалась, лежала в больнице, прокапалась. Теперь, знаете, у меня гипертония, сахарный диабет второго типа, и сужение сосудов головного мозга. Уточните, пожалуйста. Я, знаете, уже не знаю, что пить. К каждому врачу приходишь, и каждый свое назначает, тот назначит одно, другое, все. И я не могу ходить, меня кидает, бросает, шатаюсь, не могу, вот, не могу ходить. И если я чуть-чуть понервничала, у меня отнимаются ноги. И я уже не знаю, что мне делать. Так, побудьте на линии. Уточните, пожалуйста, вид инсульта. Это ищемический или геморрагический инсульт? Ну, инсульт ставят, а я не знаю, какой инсульт. Ну, это, видите, зависит, да, от какой инсульт именно. Тактика ведения. Да, тактика ведения в лечении и всего. Ну, сейчас мы... Ну, что мне, включить уже телевизор? Мы сейчас постараемся ответить на ваш вопрос. Сахарный диабет второго типа. Пью таблетки от сахара, и уже не знаю, какие таблетки пить. Прошла, УЗИ сердца прошла, и холтер вешали, и все. То есть, ну, вы не знаете, какой геморрагический... Гордиограмму пройду, все нормально, все хорошо. Все нормально, все хорошо. Мне 82 года. Ага, сложно, наверное, сейчас в прямом эфире рассказать лечение данной пациентки, потому что абсолютно отличается лечение ишемического инсульта от геморрагического инсульта. В одном случае здесь мы употребляем, например, антикоагулянт при ишемическом инсульте, разжиживая кровь. В другом случае, наоборот, его ограничиваем. Мы смотрим, даже с чего вызвано данный инсульт. Это, на самом деле, ваше, может быть, повышение давления. Артериальная гипертензия вызвала инсульт. Там, конечно, одна тактика. Если, наоборот, какой-то с сужением сосуда в головном мозге, там абсолютно другая тактика. И вот эти вопросы. Очень сложно вам по телевизору... То есть, вот сейчас, не видя ваши данные, не дообследуя вас, как-то рекомендовать. У нас на линии телефонный звонок. Ответим, да, на него? Хорошо, хорошо. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Вы в прямом эфире. Хочу поделиться с вами своими проблемами, большими проблемами. У меня гипертензия, гипертоническая болезнь. Мне 77 лет. Зовут меня Диана. Я из Усканногорска. У меня большие проблемы с давлением. И, знаете, лише, головные сильные боли. В анамнезии есть бронхиальная астма. Препараты никакие не помогают. Больше 15 препаратов гипертензивные. Они совершенно не помогают или проявляются своими побочными эффектами. Я могу их перечислить, но нет смысла. Здесь очень много их. Я сейчас везу. Врачи с врачами искали, какие препараты подойдут. И остановились только на физиотензии, физиотез, 0,2 или 0,4, каптофрил и пепрол. Эти препараты, они долго не оккупируют приступы гипертонических вот этих явлений. 5-6 часов и снова начинается агония, снова начинается жар в голове, позвоночники, сильная пульсация в позвоночнике. Потом все поднимается в шейный отдел. А в шейном отделе еще есть проблемы. Поэтому начались проблемы в правой половине головы. Она немеет, вибрирует, болит голова, сдамливая из затылок, виски, сильнейшие головные боли, приезжая, скорая начинает. Давление стало катастрофически прям подниматься. Вот вчера, позавчера было 240 на 120. Это, конечно, меня уже шокирует. Я все время справлялась, как бы, а сейчас уже практически не могу без скорой помощи обходиться. Что мне делать? Я сижу на физиотенции, каптофриле. Другие препараты никак не можем подобрать. Что делать и как быть? Вот такие сусы. Хорошо, спасибо вам за ваш звонок и вопрос. Дай бог вам большого здоровья. Сразу хотелось бы отметить, что я не знал, что вас смотрит вся страна. Ну да, на суть. И не только вся страна. За рубежом тоже. Это очень радует. Видимо, темы актуальные ваши. Это первое. Второе. Да, сочетание давления и брохоабструктивных заболеваний – это один из сложных сочетаний. Я лекарство, конкретное лекарство, не буду называть, это не будет правильным. Но, да, хочу сказать следующее, что сразу приходит мысль – это кальций-антагонисты. Группа кальций-антагонистов во время данного сочетания. И, пожалуйста, вы из того, что перечислили, это очень хорошее лекарство, но, может быть, с вашим лечащим врачом принесете такое послание от нас, месседж, так скажем, что пили ли вы препараты из группы кальций-антагонистов кальция. Самое главное – запишите сейчас этот блокнот. Важно, потому что, может быть, какую-то подсказку для вашего врача мы как-то дадим какую-то подсказку. И правильное дозирование может привести к правильному лечению, конечно. И один момент. Вот все из этого высокого давления, вы сказали, все вытекающиеся проблемы. То есть, правая сторона головы и так далее, и так далее. Если урегулировать ваше давление, я уверен, что половина хотя бы ваших проблем уйдут с этим давлением, так скажем. Поэтому, пожалуйста, обсуждайте с вашим кардиологом. Добрый вечер, добрый вечер. Ассаламу алейкум. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Саламе тебе. Саламе тебе. Кай алады? Кызлорда қаласы. 2017-ші жылы май айында, менің мамама инсульт алып, геморологический. Басына атерыча салған, трепанатсы терепа. Содан кейін ол кісінің басы абсес болды. Абсес болу мүмкін ба? Одан қайтатан экстрына атерыча сап, екінші рет. Шындағын айгенде төрті рет инсульт алып. Қазір біз отыра алмаймыз. Басымыз қалтылдап тұрады. Одан кейін судырғы болып, басы денесі ұстамайыз. Бір жақ аяқ қол ұстемейді. Нестеуге болады? Осындайда абсес болу мүмкін ба? Бірақ атерп паметті жақсы. Нестеуге болады? Рахмет сізге хабарлах сғанағызға бізден студияға. Действительно, такая очень-очень тяжелая ситуация. У нас на линии еще один телефонный звонок. Давайте ответим на него. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Да-да. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мне поставили диагноз. Вот первый раз за 60... Мне 60 лет первый раз поставили. Артериальная гипертензия. Первой стадии. И вот мне назначили таблетки. Тромбопол, бопол, ниндап, кантап. Вообще, правильно эти лекарства мне дали? Как вы думаете? Спасибо большое за ваш звонок. Ну, два вопроса прозвучало. Кто начнет первый? Да. Да. Я думаю, что, сегодняшний вопрос, мы не имеем в артериале, но не имеем в артериале, но не имеем в артериале. В этом вопросе мы имеем в нейрохирургии. Мы имеем в виду геморрогический инсульт. На дворе неделя я сделала геморрогический инсульт. Здесь многое инсульт. Показания на 1-1%-1%-100% Болу-мммкан. 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 То есть, мы об этом говорим, что мы говорим. И в Астане у нас есть нейрохирусский, профессор Ахшол Ахов. Если вы говорите, то вы должны ответить. Мы специалисты мама не берем. Второй вопрос, с удовольствием. Лекарство, которое наша телезрительница перечислена, оно абсолютно распространенное и нормальное лекарство, это хорошее лекарство. Что касается, вам лично подходит или нет, это вы должны нам сказать, если эти лекарства вам снизило давление, значит это ваше лекарство. А самые эти лекарства абсолютно известны и принимаются в нашей практике. В принципе, сейчас 50 минут нашего эфира, эфирного времени уже подошли к своему логическому завершению. Я хочу сказать от себя, от нашего телеканала, спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Спасибо вам за то, что всегда отзываетесь за ваше сотрудничество с нами. Дай бог вам здоровья и процветания именно в вашей области работы. В свою очередь хотелось бы сказать, дорогие телезрители, нам нужно придерживаться простым прописным истинам. Все же зависит от нашего образа жизни. Сейчас тем более такой век более информационный, мы находимся на гребне информационной волны. Развиваются IT-технологии, мы всегда в интернете, где-то что-то. Опять же, вот ведем, у нас есть гиподинамия, да. Где-то спорт, физические культуры, они остаются где-то позади. Поэтому нам нужно подтянуть эту часть и молодежи, и, скажем, нашим родителям, тем, кто старше. Ну, мы с вами увидимся через две недели снова здесь, в прямом эфире, в программу «Манэс де Маселе» на медицинской площадке. Будьте здоровы, до скорых встреч. Ассаламу алейкум. Субтитры подогнал «Симон»